ГОСТ ГЕЙМИНГ ПРОТИВ ЛАЗАРОС 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 ГОСТ ГЕЙМИ ПРОТИВ ЛАЗАРОС ПОТИБОЛЕ ВСЕЛЬНЫХ ОППОНráТОВ 숙 ЮМИНГ ПРОТИВ ПО МОЖЕТ БЫТЬ ЭТИM ТО РЕЦА step НЕУДАЧНЫЙ ПЕРОЙД И СЧАС ПОЙ ОТ ECUAT ГОЛЕ ГОЛЕ ОБАРОС ПОЛЕЕ ВЧЕРА B2 ГОСТИ БОМБА ГОСТann Что по Гастам? Четыре человека на А, один на Б Лазарус, кстати, вообще не спешат На Т-шном на леске это бомба Взял себе Свордела, похоронил Леска быстрая, вообще-то мог собрать Даже двоих, ой, а что по стрельбе Это что так грустно, как тут совсем Ребята с команды Лазарус Вот у Саброза контролируемый спрей Сейчас был для ЮМПА, причем вообще Жестко, прям на таких расстояниях Вот так вот, прямо с ЮМПА стрелять Это надо уметь Круто, круто от Саброза Кусто, фрикозоид 1 на 1 по плентам А, Б, и при этом Лазару сжимут именно Б Да, может Напробовать фрикозоид Раз одного собрал, плюс 902 Не получается, просто пробивает С ЮМПА, кусто до набивания Разбираюсь с Саброзой, времени хватает для того, чтобы Оставить плент и, возможно, даже отойти в позиции Уходит на банан Кусто в смоках ждет Возможность выйти дальше Кусто, по-моему, не замечает оппонента Уходит дальше, и кусто, понимая, что Где-то невозможный инфинс Пошел на контакт и проиграл эту пересылку Хотя, опять же, минус 4 от Госгейминг Плюс 900 с дробовика И, по всей видимости, хватает Игроку защиты на то, чтобы закрупиться Снайперским девайсом Тут Стил покупает АВП И фрикозоид, вполне возможно, тоже позволит себе снайперскую винтовку Нет Ваттл все-таки дают Я думаю, что АУК для куста А, МК все-таки четвертая Все-таки не АУК Нормальные, нормальные девайсы Три МК, кстати, то есть Фрикозоид, например, с АУКом Остальные с короткими штурмовыми МКами Интересный выбор, свечен от того-то, что АУК в целом довольно метовый девайс Но решили все-таки закупиться побольше гранат Потому что АУК все-таки дороже Купить побольше гранат И остаться со штурмовыми МКами То есть, как бы, нормальные ребятам Получается, что так Против четырех девайсов стандартных плюс АВП Ну, в смысле, калаши плюс АВП будут бороться Ребята из команды ГОСТ Гейминг Лазарус три раунда взяли Посмотрим на счет четвертого Потому что все-таки вот здесь уже девайсный Прям совсем настоящий, жесткий, такой серьезный И, кстати, гранат у Лазарус особо нет В плане, тут буквально на один забег хватит, вообще-то Нет, нормально, все Пока у ребят, как мы видим, действительно будет заход на Беплэнд У нас там есть, вроде как, поджим и аркада на АПЛЕНТЕ Неважно, поскольку туда выхода не собирается Депр контролит поджимы с медла И чтобы в спинку не зашли Но и номер пять Это Вардл СВП перемещается постепенно На халку тиммейта Поскольку никакой информации по Беплэнту не присутствовало Уже пошли в первых телодвижения от команды Лазарус Пока лежат, можно подчеркнуть спуста Или в позиции, пошел на контакт, приказывает, отъехал На Б3 находится Вардл Прошу прощения, Куста находится в фраг Вардл также с Юспа добивает Зелсиса Ну и теперь уже три в три И вот он, Непча, который против Депра должен бороться Погибает от Депра Лазарус пока что в большинстве И шансов на взятие этого раунда не гораздо больше Нежели у их оппонентов Пошла флешка, Депр отворачивается Боится, тут же выходит Стилл, получает по шапке И Вардл последней Последняя возможность Но он Фин по спину пойдет сжать И заберет выходшотом 4-0, пока что безответные Четыре раунда для команды Лазарус Да, пока все именно так Сейчас денег особо не будет Не дефолтные пистолеты Мы увидим с вами От команды Госгейминг Ну, наверное, не стоит ждать особо многого С другой стороны, с пистолетов С пистолетов всегда Все-таки можно довольно часто Что-то сделать Поэтому, может быть, получится что-то сделать И сейчас, в том числе Посмотрим А, кстати, дефолтных пистолетов Не то, чтобы особо много там будет Потому что еще Максевна закупили Ребята, смотри-ка Свек, правда, Вардл снес Прям моментально вообще И Ну, Максевна пока Вот мы видим Стаг Максевнов Точнее, не стаг Прошу прощения, Максевнов А Непчун с одним Максевном Стоит около Апланта А второй Соответственно, на Б-планте Находится с кустой То есть, они распределились ровно Соответственно Максевн и пистолет Максевн и пистолет Ну, типа, да Удобно, что один Может в случае промаха Именно с Максевна Долго перезаряжаться И выпускать Второй раз дроп А вот с чешка Можно вылететь И очень неплохо Навтыкать Еще есть Зюс присутствует На руках у кусты Что тоже может быть Внезапным Против команды Лазарус Поскольку не так часто Мы видим этот самый Зевс Что он вообще Покупается в целом Но Такое тоже Может быть сейчас Смог На мидл И Лазарус пока еще Не могут занять позиции Хотя вроде как Задача для Зелса Было именно пошуметь На мидле Чтобы опять Стянуть внимание на себя И вот Б-плэн полностью подготовить К тому, что они просто будут Наоборот Не готовы К действиям атаки Ну и теперь уже пошла Вторая волна раскидки Под которую должны заниматься Силы находят таки Фраг Бом Дэбром Да отвлекался Игрок атаки Ну и пошли дальше Куст находит инфиндию Фрикозоид забирает Еще и Зелса Молтов полетел Нужно попробовать выйти Саброза забирает Фрикозоидыча И Нэк Вдвоем 15 секунд на даймере И нужно сейчас Именно идти и ставить А со скаутом Не так хорошо-то выбивается Все это Фэйк Сновка плента Саброза прошивает И его 10 секунд 9 пробивает Саброза Времени может не хватить Для Свэга И пойдут его давить до конца Свэг пошел уже В полную агрессию Поплодать по нему Нэпча погибает Сам 2 секунды И команда Госгейминг Забирает для тебя Первый раунд Весьма неожиданный Неожиданный на самом деле Свэг кстати чуть не погиб Только что у него 3 хп осталось Вообще-то под конец Так что тут Знаете ли Однако Очень интересные Противостояния Конечно происходят Между командами Но с другой стороны Лазарус опять же Деньги есть Мы видим 5 калашей И совершенно спокойно Ребята Дозакупились У них как бы Все в порядке Опять же Из того что видно Поэтому Будут сопротивляться дальше На последние деньги боя У команды Госгейминг Трофейный калаш Есть один А у Две имки четвертых А у Конечно тоже Непчун погиб Но Банан По моему не возьмут Террористы Инфинит Что-то еще на пол хп Подгорел Хотя Мне кажется Мог бы не подбирать особо Но подгорел И Вообще У него 25 хп Теперь осталось Три четверти хп Но таки потерял А не пол хп Будут ли дальше Жать бананы Ребята из команды Лазарус Потому что Что-то пока не расщепелено Тут по карте Один на А Находится двое Под бананом При этом позиции Без нормальных гранат Не то чтобы Самые приятные Надо как-то Вместе застакаться На банане Может еще подстреляют Что типа Хэхэем мы здесь На самом деле Ну допустим Нет Ну и попробуйте А например Плэнт открыть Ну попытается Например Подобный получается Команды Ликвид Отличный молик Падает И Вардл Пока что защищен На действии команды Лазарус Может по слэшечку Открыться еще сам Но Прилетает Обратные флэшки Но и Вардл Не слепнет И соответственно Забирает Зелсиса Это выход на двоечку Если конечно Сейчас Инфинт И Депр На двоих Не сообразят У которых На двоих Меньше сотни хп Против четверых И по моему Кусты сейчас Это будет Разружать 100% Поскольку Находится он на Б3 Позиция не всегда Читаемая Так же как и Вазоны Хотя уже тысячу раз Все это было Но при заходе На веб-лент Нужно слишком много Позиций смотреть И Депр Посмотрел Но не убил Было Слишком мало хп Да и хэшот тоже Знаете ли Вещь неприятная Остается последний Инфинт Прямо спин На фрикозоиду Второй раунд Для команды Госгейминг С минимальными потерями Ребята Выходят на второй раунд Оставляя Лазарус Практически без Среда для существования Только Свек имеет возможность Закупиться Как и Депр Но это были Свои шкалашников Второй армор И какой-нибудь Декойчик Не более того Третий наверное Дегастов Должен быть Иридически Да Третий Не дефолтные пистолеты Конечно есть Свек кстати Дефолтный пистолет Из того что я вижу По крайней мере сейчас Флэшка себе купил Ну Не густо скорее всего Здесь от команды Лазарус конечно будет Но Две головы Могут поставить Есть Три дегла Три дегла Один из деглов Хоть какой-нибудь Наверное сработает Хотя конечно не обязательно Не всегда так получается Не всегда так получается Да вообще не обязательно Да Его то уже взялся С погибств Потерял Большую часть Своего хп Инфинит Туда же Инфинит с бомбой Кстати говоря Опять застряли Около меда Около ямы Не могут разобраться Лазарус Куда Вообще в принципе Физически идти Потому что Ну реально Не могут разобраться Куда идти И это очень много времени Из-за этого Ребята Сами И вот Три человека У них остается Минута времени Принимает решение Сейчас пойти Хотя бы под А На данный момент Ну типа Нашли девайс Выбитый Из рук Фрикозоида Который слишком Агрессивно пошел Вот это все Действие давить Ну а может быть Под этот девайс Разыграют Хотя опять же Ни одной флешки Даже нет Чтобы выйти Попробовать Хотя бы на размен сыграть Типа отпускаете С вега На мясо Выходит Дэп продает Свой митус И там уже Где-то Два в один Против планета Можно будет сыграть Разобрать Хотя бы поставить бомбу Чтобы были лишние средства И минус экономика У команды Госгейминг Ну вот Анкуста На своих Тычковых Ножах Чекает Внимательно Сейчас заметит Тушку Молотов Не полетел Что-то делается Видимо к руке Ну и теперь Нужно ждать Еще время А потом полетит Сверхнет Не всего смок Конец смока Даже нет Это небольшой плюс Для Лазарус Поскольку можно действовать Чуть-чуть агрессивнее Ну и тут у нас Пошли Вопады Тричневое дело Но все это дело Разобрал курсы Вместе с Непчин На двоих Три-четыре И опять же Только одна потеря От фриказоида И денежка Постепенно Купится у Госгейминг На случай провала На бай Будет хороший Так Бай-раунд От команды Лазарус Давайте посмотрим Чем это все Закончится Три-честь пока Саброза кстати Играет Вообще хороший стрелок Но в этот раз Что-то Что-то не совсем У него получается Как мы видим И вот Плохо то что У Гастов Ну плохо для Лазарус В смысле плохо то что У Гастов Три трофейных калаша Со стороны Т-сайда Были украдены Очень сильные девайсы Ну калашников Инстантный урон голову Как бы соответственно смерть Не добавить Не убавить Команда Лазарус Постепенно будет подходить К Апленту По крайней мере С того что видно сейчас И Плюс ковры Атаковать С плитом Стандартным шорт Плюс ковры Наверное Ну нужно пробовать Разнообразные варианты Поскольку уже Три подряд Они проигрывают И опять же Разбиваются Об обычную стрельбу Команды Гостгейм Читает Потом Первый вышедший Саброза И Инфин Также за ним Туда же Бардал Находится через Зелс Этот 5 в 2 И снова по одному Казалось бы Один вышел саппарта Второй вышел Через мидл Третий вообще Через короткий И Ничего не получилось Какие там флешки Смоки Ничего Абсолютно дефолтный Какой-то Не знаю Выход И Даже не выход А просто Показались Погибли Что с этим делать Непонятно Свэк последний С бомбой на руках Опять же Нет ни флешки Ни смока Ничего подобного Ни тиммейтов Это четверочка для гастов Поскольку Ну вот такой Не тащится абсолютно И потащить Ну Наверное Свэк и Потенциально может Но это Да Убилет фрикозоида Поставит бомбу Почему бы нет Времени все меньше и меньше Что у фрикозоида По раскидке Там есть Две флешки Но Позиция фрикозоида По-моему На более чем достойна Находится на B2 Такое Ну просматриваться Практически не будет Будет наверное ждать Свэк Какой-то B3 Либо же Ниндзя Может быть даже Где-то под вазонами Но вот Значит фрикозоида А он вообще Никто не пойдет Да Да Ну что Свэк пока что В кухне засейвит Что-то как-то Лазарус Могли бы Получше Наверное Если честно Вроде как бы Свэк писал Что вроде Мы все вот готовые Прямо здесь И прямо сейчас Но Гасты немножко И правда Получили по лицу Но потом сразу же Опомнились И вот они Четыре раунда Команды Ghost Gaming Кстати стоит заметить Стоит заметить Что два из них Опять же взяты По окончанию времени То есть Лазарус еще не успевает Разобраться Что они вообще хотят Сделать Внутри В принципе Игры имеется в виду Внутри раунда Это большая проблема На самом деле Есть варианты Точнее Всегда есть варианты Но Хотелось бы от Лазаруса Увидеть что-то лучше Чем то что было вчера Но пока есть варианты Что Внутри раундов Может быть Не внутри раундов Внутри карты Будет получше А внутри раундов Будет Ну так себе Так же как вчера Ну типа опять же Мы с тобой еще вчера Говорили против Команды Liquid Это Лазарус Вообще не было идей И у них была какая-то Сумасшедшая дискоммуникация Временами Они не понимали Как действовать Вот после потери На одного-двух тиммейтов У них просто не было Дальнейшего плана Они мчались по одному Они выбегали На те самые прицелы Пример то же самое Получается сейчас Если теряют одного-двух игроков У них просто нет Запасного плана Того самого плана Б По которому можно действовать Если мы Вот буквально На прошлом Видели Подобные вещи От Team Liquid Которые потеряв Двух игроков Оставшиеся Престаться 3-5 Разыгрывали все На раз-два Но там вроде бы Какая-то минимальная День раунда Типа забайтили На пропрыгивающего игрока Но его же и потеряли Хотя наверное Если бы в адл Помахнулся Наверное бы он И погиб Все же там Не иглаки На руках Лазарус И калашников Тоже мог бы подработать Хотя калаш У нас вообще Находится где-то На апартах Ну да Смотри Подходит А бомба При этом далеко То есть если Если кто-то Куда-то Что-то хочет атаковать То надо наверное Взять бомбу сначала А бомба далеко В итоге ребята Просто сыграют сейчас На отстрел На эллиминейшн И то если Это будет возможно Свэк вроде С калашом работает Брэкстон Пирс Делает килл Второй килл Кстати говоря Неплохо Но бомба Все еще далеко То есть Если даже Они откроют А То какой смысл Им надо возвращаться Обратно будет Они открывают А Ииии А бомба где? Не вот Мне просто интересно Вот это вот Мое И Это не шутка какая-то Не подводка Шутки Реально Вот то есть Бомба там Вот что вы делаете? То есть вы ее Вы ее забыли Тогда еще Изначально Вы открыли А И вам не нужно это И вас закрывает куста Ну то есть Инфинита например Закрывает куста Почему? Потому что он уже С Б пришел Соответственно Он даже бомбу Небось нашел И так далее И так далее С век С век в курсе В итоге куста Закрывает нижнюю часть Туловища Из вьетнамских ходов Соответственно Из эндерпасса Совершенно спокойно С века убивает И как бы вот Ну я не знаю Но это вот Очень похоже на то То что внутри раунда Происходило например Вчера То есть да Абсолютно точно Лазарус возьмет Больше раундов Чем во вчерашней Всей серии Ясно понятно Но вот такое видеть Я ну не знаю Сложно очень Но это вообще Очень странные вещи От команды Лазарус Они прошли на аплэнд И начали что-то по нему бегать Возможно искать Какие-то раскидки Типа забежав на На пески И тому подобные вещи Но по факту Ничего абсолютно Из серии того То что Да С век опять же Сделал три минуса Но это сделал С век Он сделал это индивидуально До этого потеряли ребята Просто выходя На снайперский прицел И они там Троих Или двоих Подожди Потеряли Двоих Да Двоих Просто Поймали Отгупили Наказали Восемь фронтам Сейчас же получается Примерно то же самое Вышли на банан Потеряли троих За 35 секунд И на этом раунд Практически закончится Поскольку им больше Делать нечего Гуляющий по партам Пытается еще где-то На планете найти Палеца Поскольку Забатился на стела Мог бы выбрать Для себя более удобный тайминг Ну а если пойдет Непча туда А под слэшку Он туда пойдет На парты Попробую да И поймает на гранате Кстати Депра Который смоком Там закрывал Свои полегчайшие И Брэкстен Пирс Остается Один Против четверых Хорошие новости есть С бомбой В этот раз Ну это неплохо В прошлый раз Был без бомбы Например Брэкстен попробует Зайти под бэкстен Под бэкстен Какой контекст По поводу Фразы Вордал Интересно Не знаю Не знаю Конкретный контекст Очень сложно То есть Переводить просто Эту фразу Смыслами И ты указываешь Да кстати Я свеклубил С хелпы пришел Просто на бэкстен Совершенно спокойно Не понял У этого всего Должен быть Какой-то контекст Ну типа Вордал такой Это видимо Шары мне кажется Это вот те самые металлические Не-не Шары металлические Я к тому что Вордал такой Типа Яс Это такое Очень утрированное Гротескное Ес Типа Ух Прям Вот это вот То есть Ух Прям Говорит Вордал Соброс Говорит Стальные кружки Вордал Говорит Я тебе говорил А Соброс Говорит Вот Вот эта фраза On you Может быть На самом деле По-разному Переведена Зависимость от контекста Поэтому Так как я контекст Опускаю Очень сложно перевести Не понял О чем они Ну ладно С недефолтными пистолетами Лазарус будет продолжать Дальше Четыре чешки Плюс Четыре чешки Кончились Пока я Пока у меня мозг В девять утра В семь Точнее С половиной Прошу прощения Пытался придумать Как называется Оружие Которое Тек-9 Четыре чешки Мы метали Все То есть Минус четыре пистолетчика От команды Гроссгейминг Семь раундов Подряд Дорогие друзья От гостов Ну вот Мы в какой-то момент Начали говорить Что госты Возможно Не под Что же буду перекладывать На наши плечи То что госты Возможно Не подсобрались Не такая у них Богатая история На Дэнферно И последние у них Тоже победы И поражения Были не настолько уверенные Чтобы вот прям Говорить про них Какие-то вещи Но как мы видим Они по-прежнему Являются Пополителем В данном матче Да там У нас коэффициенты Были не такие жесткие Как в матче Против команды Ликвид у Лазарус Но все равно На Дэнферно Ребят показывают То что они По-прежнему По отношению Команды Лазарус Команда А вот Лазарус Тот же самый микс Микс У которых просто Напросто нет идей И вполне вероятно Что мы Одних наверное Увидим Если Харга Продержат у себя Хотя они держат Женский состав Почему нет Через пару месяцев Эти ребята Станут реально Вот чем-то Вот более похожим На тимплейный состав Нежели до этого Ну а пока Снова выход На прицелы Вардл забирает Одного Приказывает Подождал Убил Инфинита Потому что Опять по-моему Без флажки Выходили И Чертова знает Если в прошлом матче Мы что-то еще могли Говорить Даже когда был Еще 2.16 Ну вот В этой карте Какие-то были попытки От Комплексти То вот здесь Это просто Какая-то Аннигиляция Полнейшая Опять же Не в пользу Коллектива Лазарус Ну да Вышел Убил Ну опять же Черный вышел Убил Заспавшегося Гостгейминг Тут уже Ну подожди Смотри Я поймали Перетяг на Б Может быть Но здесь На Б2 Фриказоид Соброса не Зачекает Не А Вообще Он Самый смешно Что если бы Фриказоид Соброса не трогал Соброса даже бы Не заметил Его наверное А то есть Соброса не был В курсе Еще даже Где оппонент То есть Они Они не в курсе Ну ладно Вроде Б2 Зачекал Я не уверен был Или возможно Были в курсе В общем Очень неаккуратно Но вроде 2 на 2 Можно прекратить Серию Команды Гостгейминг Потому что Гостгейминг Все таки Семь раундов Подряд берут Стил со своим товарищем В ретейке Точнее В попытке Кстати Непчун Непчун Вот хороший Стилок Непчун Мог бы Растащить Но против Суэга Наверное Будет непросто Стреляться Вот в очные ставки И тем более Что Деппру С другой стороны Будет прикрывать И Непчун Зимчает игрока Но все таки А Деппра Отлетает Да Все таки А Деппра Отлетает Ну Прекратили серию Семь раундов Либо то есть Команды Лазарус Суэг Ясно Понятно Брэкстен Пирс То тащат 15-7 То есть Старые Старые навыки Все таки Где то там Частично Это Восстанавливается Частично На одну четверть Грубо говоря На одну треть Там свои прошлые силы Играет Суэг В целом Имеется ввиду Поэтому 15-7 Молодец Реально молодец Но Команды Лазарус Реально нет Это очень заметно Прям очень заметно Нет Но честно говоря В целом то Команды Лазарус Собралась Вокруг Суэга Потому что Он в какой-то момент Остался один Вообще С Волд Патрол Тогда еще И соответственно К нему подбирали Тиммейтов Я думаю Что он сам Предложил Немалые усилия К тому Чтобы Вот именно Эти люди Появились В коллективе Вряд ли там Тали кого Всех подряд Ну ладно Буду играть с этими Нет конечно же Выход под базу Б Фрикатой Выбирает одного Второго не получается И Саброза Вскрывает базу Б И вот уже Первые попытки Какого-то тимплея Быстрый Который пока не подсиловал Коллектива Ghost Gaming И в принципе На шестерочку Пытается СВК Убежать У него получается Но и должен быть Сейв девайсов Поскольку Все пойдут С одной позиции Ну ладно С двух Если бы пошли даже Тем более Что у нас Непч находится Вообще на базе А И никуда не особо Не собирается двигать Может еще и отъехать Он заметил Депра Отличный Торчащий ствол Из-за стены И соответственно Приговорил и его Отпустят ли Девайс Это уже другой вопрос СВК тут будет до конца У него 50% В ХП И сейчас Игрок защиты Ну и погибает Еще один товарищ А там Инфинит Который на 18 ХП Тоже должен Погибать Или Нет Лучше Лучше Стрех ХП Ах Чуть-чуть Еще Балентик Молотовой Можно было бы И снайперскую винтовку Отобрать Ну Лазарус Старается Видно что Что-то вот Может Может вроде Получаться Потихонечку Наверное У ребят АВП Для СВЭГа В этом раунде Галил для Инфинита Три калаша Есть У команды Лазарус На Последние Ну Туда-сюда Деньги я бы сказал Хотя какие-то копейки Конечно остались У ребят из команды Госгейминг У них закуп Вместе с АВП То есть Это в принципе реально Для гостов 2-2-1 Стоят Ребра Банан Бэплент Ребята из команды Госгейминг И вот Атака на Бэплент Точнее не атака на Бэплент А Война за банан Будет прямо сейчас Да И при том Она случается Но учитывая то Что сейчас Тут было Трое плотников Которые воевали за банан Возможно Как раз таки Фрикозоиды здесь не ждут Теперь я уже понимаю Что есть здесь игрок Защитный хороший смоук И может быть даже тиммейтер Погибает нам еще и Депп Притяжка на базу Б Это уже возможно А в этот момент Блазер Выходится и уйти Под базу А Чем пока и занимается Вроде где-то даже Игрок с бомбой Нет Такого не случается Оставляют Гасты только одного Товарища На под базы А Это снайперская винтовка Коллектива Ну и Двоечка Не ведутся Гасты До конца будут Срять Двоих в ряд Просто приговорил Еще и прострелом Забирает На инфинто Через свега Это восьмой раунд Для гастов Которым нужно было Все же Я уверен Уходить на базу А Восьмь шесть Восьмь шесть Есть бай От команды Лазарус Будут еще сопротивляться Настолько Насколько это возможно Ну и Соответственно Есть конечно же Варианты Варианты ответа Уже от Команды Госгейминг С двумя АВП Двумя АУГами ЕМК четвертая До фюзки то есть Гранаты есть И у того коллектива И у второго коллектива Соответственно С оброза Минус девяносто восемь хп Получает Но не погибает Вордл Под Вордл Походу никто уже Больше не будет выходить Насколько я понимаю Куста находит Свега Это лучший игрок Команды Лазарус Просто табуляция Я вам открою 15-10 человек Играет лучше чем В два раза лучше чем Все в его команде Зелселсмеди Вместе со своим Товарищем Пока что находится На окне Господи Я сказал Оговорился Зелселсмеди В медиа? Да Ну типа Я хотел сказать Вместе конечно Но типа В 7-8 утра Не в смысле Прямо Зелселсмеди То есть Короче Студент В медицинском Учатся Всегда все дела Прям Что-то Забавное получилось Стилл Два килла Кстати на ровном месте Бомбу потеряли Лазарус И Деппор походу 1-4 остается И погибает От приказа Это сейчас В итоге 9-6 Гасты выигрывают Первую половину Серия Вот 7 раундов Была для них Конечно Самой основной Все-таки Лазарус сломали Эту серию В принципе Но ненадолго Как мы видим И девятка Девятка езда Но включились Гасты Не с самого начала Они показали Действительно Очень достойную Игру И мы увидели Хотя бы поворот По которому Может судить Коллектив Гостгейминг И Лазарус По первой половине И мы видим Что Гасты Играют очень Тимплейн Они не особо Лезут на рожон Понимая Что у них преимущество Есть возможно Даже в стрельбе Поскольку Только один Свайк Как мы видим Сейчас стреляет На Лазарус Взяли Из девайсных раундов Получается Первый девайсный И потом взяли Два раунда Пушем Таким хорошим Бодрым пушем На который Не особо Рассчитывали Гасты Соответственно Одного подловили На смаке А второй просто вышел Только на свайпе Девайса Где-то вот Моментом Просто повезло Лазарус В каких-то конкретных Действиях Их оппонентов Поэтому здесь Ну чертова знает Что Гасты могут Вот так же Тимплейн И закончить И за атаку Все эти действия На карте Дэнферно И закрыть вражеский пик Уйти на оверпасс Эта карта Крайне сложна Для исполнения Миксами И там должен быть Просто разрыв Поэтому Лазарус Нужно подключаться Сейчас Задив Забирать Свой Дэнферно И потом Пытаться выходить На еще более Стрелительную карту Уже третью По факту Это карта ДАС-2 Которая тоже Наслучится При счете 1-1 В рамках этого Бест-офф-3 Да Все так А вы не забывайте Дорогие друзья Что Париматч И является нашим партнером Играют они А выигрываете вы И с коэффициентами На данное противостояние Можно было Соответственно Ознакомиться До начала серии На сайте Париматч Соответственно Ну вот Не знаю Насчет Лазарус У меня вообще Была идея На самом деле О том То что Они гостов Действительно Например Сегодня возьмут И победят Пускай с проблемой Пускай 2-1 Но победят То есть Вот так вот Они Никак абсолютно Отлетели От Темликвит Но темликвит Слишком сильны И потом Лазарус Такие Вот нормально Ладно Потренировались Ну То есть Такая идея Да была Потренировались Отлично Клево Со следующими Оппонентами Сыграем Из группы В итоге Выйдем На втором Или третьем Месте Соответственно Но Пока Действительно Контрстрайк Реально Вот настолько Командная игра Что это Очень заметно И заметно Когда Они забывают Бомбу Выходят Подосмачиваться Постреляться На оплент Потом уже Слишком поздно Ну потому что Уже никто Не возвращается При этом Против них Играет команда И команда Закрывает позиции Через которые Они возвращаются Лазарус Прям Ну довольно глупо Погибает Там на втором Меде От андерпасса И так далее И вот Такие вот вещи То есть Например Вот Брэкстона Только фриказоид Догнал 16 фрагов У него Да 16 на 7 Это он не сразу Кстати говоря Догнал Но На одном Свэге Как видно Не то что Особо Вообще Ты выйдешь Кстати Даже То есть Даже против Гастов А команда Это не самая Сильная Явно Ну вообще Да Гасты Тоже Одни из Аутсайдеров Данной группы Хотя Да Обыграли Комплексити Но Казалось мне Что Кола Могут занять Второе место В группе Но По всей видимости Это будут Гасты Если сейчас Обыграет Лазарус У них Конечно Впереди Еще команда Ликвид Но у них В случае победы Над Лазарус Будет уже Шесть поинтов И я очень сомневаюсь Что кто-то Еще и сможет Кто-то их выбить Да Типа из этой серии И они обеспечат Себе уже Вот с этими Шестью поинтами Проход дальше А там уже Наверное Есть какой-то Смысл Набирать себе Второе место Потому что Посев и все Эти вещи Довольно важны Но вот Лазарус Для них Это будет Не то чтобы Урок Или что-то Вот подобное Просто для них Это будет практика О чем Пошла Говорит Попали Что будут сражаться С такими сильными Командами И что касается Вот кайфов Про что ты говорил Это да Не как вчерашний день Все-таки Не ликвида Но все равно 1.25 на коллектив Госгейминг И 3.75 То есть почти четверочка На команду Лазарус И как мы с тобой Понимаем Букмекер тоже Не то чтобы Не особо вообще Неверит в коллектив Лазарус Может быть Ну вот как раз Коэффициент Зависит от того Что Лазарус Могут поднабрать Немножко больше раундов И где-то доставить проблем Может быть даже Какие-то овертаймы Но кажется Что это настолько Все нереалистично Сама по себе Если косты продолжат Также доминировать И за атаку Возьмут по аналогии С командой Лазарус 4 раунда Первые То тут на Инферно Может все и закончится Потому что Оверпасс уверен Лазарус не под силу Соглашусь Ну то есть Близко соглашусь Может быть Свек что-то покажет Опять Именно на ОВП Сам Но согласен Ну вторая пистолетка Дорогие друзья Ну что это начинается Два саппорта От команды Госгейминг Соответственно И один В виде свега От Команды Лазарус Уже соответственно Посмотрим конечно Да что они там Дойдут в итоге Но пока Никто никуда не спешит Укрепление Четыре человека На Апленте Неплохо Между прочим От Лазарус Потому что В ловушку возможно Гасты пойдут И там на отлетают Но эта ловушка Уже очень близка Поскольку действительно Пошла раскрытка На Аплент Молики Флешки полетели И пытаются выйти Из этого смока За 8 месяцев Тиммейтеры Начинают ловить оппонентов Не получается ничего Непча дает два фрага На двое заперты смоком И вот Сказалось что Эта ловушка Сейчас захлопнется И В ней кажется Госгейминг Они тут то было Они просто вылетели И Не по стрельбе Ни особо ничего не получилось Да Вроде получили дамеджи Приказывает и Непча Но Фрагов Не принесло никак Стил закрывать Еще соброзный размен От Свэга И Свэг На 20-й хп Без расписки Это конечно есть Вардл играет одного Второго Также помогает Непча И это Типл К Для игрокоманды Госгейминг Ну и соответственно Вот она Пислеточка Для атаки Дальше Ну наверное Пол эко Нет Нет Форс Это может быть даже 12-й В идее Если вы играете Лазарус Да Да Слушай Есть Есть такой вариант Соглашусь с тобой Форс все равно Всегда Довольно опасная Затея в плане От него Можно отлететь Это же Форс То есть тут Прям куча Уместиций Вложенных Как бы в этот раунд Пистолеты закупленные Вот скаутка Но ты прав Если не получится У Лазарус А есть варианты Что не получится У Лазарус То как бы Какой-нибудь Реально 12-й Довольно близок Для команды Госгейминг Причем почти там За бесплатный Небось Они его заберут Если честно Так что Да Ну Не торопятся Отлетать Ребята Из команды Лазарус Как мы видим Б укрепление Три человека На А два человека То есть Альтернативная защита Здесь Ну и Гасты не спешат Сами Да Но они тоже понимают Что сейчас Фарсы Довольно популярная тема И Торопиться не стоит А еще можно просто На Испек Нарваться И отлететь От даже вот таких Дефолтных пистолетов Но госты Вот не поторопившись Сейчас просто Запускает кусток Мы видим На более Безопасном режиме Под базу Б Где будет Стражить в углу А остальная команда Пойдет под Аплент Где только Двое игроков А это у нас Скаут И по-моему Какая-то То ли фармилка То ли Вот я не успел Заметить Что там на руках У номера восемь Но это Вполне вероятно Какой-то Диггл Может быть даже Поскольку он прячется В больших пистолета Были Да-да-да-да Что-то у него Да, Диггл Это Диггл У Инфинта Который на дистанции Попробует Краски отстрелить Короткой Либо же Апарты Но По-моему Опять еще разворот Зелсис Тут начинает Получать по щам Ночень отваливается От Максена Куста Пока попытается Впрочем Это Б1 Депро А вот не получается Поскольку Там была неплохая флешка Да, прозабирает Еще и неопча А вот тут Фриказоид Подкоролил Разобрал Убрал Но Чил Как же Долго жил Господи А по номеру 7 Информации нет Если сейчас А времени может не хватить И соброза прицельно Господи Уже пытался Стел развернуться Три секунды времени Нужно даже Фриказоид Бежать На максимальных Нет Не успел Друг Как же Так Бежал Бежал С юмпа Фармил Все что мог Фармил И не успел В итоге Ну Ну так бывает Ничего не поделать В итоге Лазарус Живы Пока что Будут еще бороться Какое-то количество Времени На данный момент По крайней мере Закупились фармганами Надо поднимать Экономику Ну Или хотя бы Пытаться Поднимать экономику Если это реально Вообще Это было конечно На тоненького Очень сейчас Ну да Вордл Пострелял По миду С ямы С дегла При фаере Мало ли Кого-нибудь бы поймал Там вроде Особо никого не было Никого не поймал Гасты не спешат 3А 2Б Причем Банан в поджиме Вот защиты От одного из игроков Это соброза Получается И его депр Закрывает уже На самом планте Депр начинает Вообще переходить Б плант очень сильно Ослабленный То бишь брошенный В смысле практически Я имею ввиду На уровне депр возвращается С обратно Из того что видно Ну и На банане Все еще присутствие Террористов Которые не то чтобы Особо спешат Вот сейчас уже спешат А и падут На одного депра И тут движуха Депр конечно всех Не убьет Но одного точно Заберет с собой Она вообще дает Размен по депр Смог залетает И свек просто пытается С юмпашить Поэтому смогу В надежде найти Халявный фраг Но госты Как мы видим Уже находят Еще одну Мпшку Да Вторая армора У коллектива Лазарус Но и это Сейв Тех самых Фармилок Которые сейчас Полетят на Плент А Чтобы сохранить Хотя бы то что имеется Отличная реализация От гостов Своих позиций Прокинули Насколько я понял Там по-моему То ли через стенку Пробежал игрок Атаки Который зашел За спину На этой самой стенке Смог забрать Его На именно игрока защиты Интересный получился Раунд от гостов В Лазарус Явно этого не ожидали Это точно Это точно Ну госты собрались Просто поняли Что надо Быть очень аккуратными В своей атаке И взяли Ну Вот это вот Командная работа Да получается То есть госты Будут ошибаться Понятно Мне кажется Это не особо проблем Мне кажется Это не особо удивление Но Командно будут Ставить паузы И будут собираться Вот Зачем например Команде Лазарус Ставить паузу И кто там будет Кому вообще что говорить У меня вообще большой вопрос Если честно до сих пор Ну ты дождался Правда мы этого не услышим Что там будут Для себя решать Игроки команды Лазарус Там насыпало по 1400 А это разумеется Практически ничего Для ребят Да у них есть Какие-то подцепленные Формилки Но как мы с тобой Поднимаем Это скорее всего Очередной форс А для гостов Это возможность Выти на 12 А может быть даже И на 13 Раунд А там один проигранный Девайсный И все Твоя карта под угрозой И путь камбэка Слишком велик Для всего этого дела Поэтому нужно сейчас Решить как действовать Чтобы не отпускать Гастов На вот столь далекую Перспективу И самим пытаться Вот как раз догонять До того счета Хотя бы вот на временную Чуть сначала Потом уже может быть Разгоняться До реального камбэка Но сейчас раунд Очень важный Сам по себе Конечно впереди Будет еще более важный раунд Если проиграть сейчас Именно девайсный После которого Можно уже не вернуться Да и честно говоря Это Если бы это были Две равные команды Еще бы можно было Говорить про то Что вот Ну сейчас просто не везет Но вот сейчас Возможно за диффенс Вцепятся Нет Тут немножко другая Совершенно История для Плазарус У них сейчас На вторых два дегла Три юмпика То есть на дистанции Они практически Вырублены Если не брать Вот те самые деглы Но Это вредный пистолет И с него К соглашении Постреляешь Разумеется Стил Сложно Уже на лампе На миду Находится Команда Госгейминг Особо никуда Не спешит Пуста Хе-шка От скайбокса По нему тоже Хе-шка От скайбокса Но по нему Гораздо больнее Чем он что-то сделал Депра 13 хпн Депра снял Не очень важно На самом деле Приказывает Кстати По фрагстату Постепенно Выходит вперед Сокова уже Начинает не догонять Опять же Госгейминг В целом По тенденциям Постепенно Начинает набирать Больше Ну это видно По счету В целом Имеется ввиду Так или иначе Да большее количество Рандов Чем команда Лазарус То есть если так Все дальше будет И никаких особенностей Например на карте Не будет Карта будет заканчиваться Именно победой гост Что-то типа 16 вот там 12 Ну допустим Да Но может быть конечно Все что угодно Но мы посмотрим 3 юмпа плюс 2 дегла От команды Лазарус До сих пор никто Никуда не двигается На плен Будут госты атаковать Потому что просто Времени уже нету Никуда больше идти И вот Когда же Когда же Когда же Вордл с бомбой Находится На Бойлерах И сзади Кстати говоря Заходят ребята Из команды гостгейм То есть Непчин вот здесь На шарте уже пугают человека Там Вордл наверное Их должен принимать А Вордл В итоге замыкают Ага Еще и бомба падает Это кстати Вообще большая засада Потому что Под бомбу Вообще не успевают Вообще не успевают Никак И кажется Что это будет Сейв остатков Пытался взять бомбу Еще один игрок Команды гостгейминг У него в итоге Ничего не получилось И лазарус Таким образом Выигрывает этот раунд Путем кстати Опять же Того то что Кончилось время То есть Второй они так выиграли И этот они так же выиграли Обалдеть Да и у нас В первой половине Для команды Гостгейминг Были подобные вещи Когда сами лазарусы Не успевали по темпу И по времени Просто выбивалась Та самая бомба Где-то в очень удобном тайминге За 10-15 секунд На все это происшествие Теперь же Госты сами На такой же На таком же Обжигаются И дают возможность Лазарус Нот немножечко Еще подышать Здесь Хватает мне денег на бай Как в целом И у лазарус Да две формилки Но есть два уга Также неплохая раскидка Присутствует Калашников Дефюс киты Все что нужно для победы Главное сейчас Не ошибаться И действительно Забирать вот этот раунд Нужно вот прям 100% железно Чтобы еще деньги оставались И выживать В большинстве Как бы то ни было Но госты Тоже непростые ребята Опять же Шумят под аплентом И как мы видим Вообще разделяются В начале раунда Чего не было Особо от лазарус То есть Лазарус ходили по одному Вместе Но по одному Сейчас же мы видим Такую довольно бодрую кучку Уже получше В парк играли Да-да-да Как бы то ни было Но Лазарус Все было печально В первой половине Вроде бы Как-то вот На очень тоненького Забирает еще раунды Потому что Гасты сами ошибаются Гасты сами ошибаются Не лазарстворят Что-то очень Прикольное Вот Хотя Наверное На прошлом раунде Была бы Неправильно Не отметить Коману Неплохие гранаты Кстати Слушай Смотри Прям закидали Выкурили Одного товарища Убили Дальше Б скорее всего Будут сжать Но вот По времени Прям сейчас Неплохо Ну тут Правда Свек работает С ауга Причем Берстами Ауга Так Точное оружие Если Берстами стрелять Вообще Жесть Какая-то Небось С оброза Межб1 Б2 Открывается Но вот Ток хотел сказать Что неплохо С гранатами Сработали И потом Вот внутри раунда Именно сам выход Под позиции Оппонентов Дико тяжелый И дико неудобный Стил так и Инфинит И не дострелял Инфинит Может ему В спину отправить Перезаряжается На капель В итоге Понимаешь Межб1 Б2 Находится Оппонент В итоге Кстати Остается Спасей Но секунд Вообще Не хватает И стилу Просто надо Убить оппонента Свега Понял то Что Это был фейк Стил попытался Убить Свега Ничего не получилось Это по-моему Третий раунд По окончанию Времени В смысле Недостачи Времени У команды Гос Да Все так Окей В таком случае Это не совпадение Это уже тенденция У Госгейминг Не хватает Времени Обсчитать Свои же Раунды В атаке То есть Один раз Это окей Бывает Такая тема Ну допустим Ладно Бывает Второй раз Это совпадение Третье Простите Это уже Тенденция Флипсайт Вы ли это Ребята Хорошо Ты вспомнил Я даже Про них Забыл В принципе Уже Да Но там Ладно Не такая Большая схожесть Там отношение Что они Просто Заходили На десятой Секунде Типа того Здесь же Просто Не хватает Времени Поскольку Ну Пытается Действовать Вроде Как грамотно И Заходить В неудобных Таймингах Для оппонента Но Как мы видим Три из трех Ранов Которые Не проиграли Действительно Были По потере Времени Точнее Недостаточно Этого Времени На что Вот Как П сожалению Сказал Что это Доказывает То что Тайм менеджмент Этого коллектива Не всегда На сто процентов И да Вроде бы Были неплохие Попытки Был даже Шанс Убить И вот Если бы Вышедший Игрок На Б1 Уже 2 в 1 Ситуация Была Для Гастов Будучи Фуловым Не смог Перестрелять Просто Лоу Хипового Товарища И после Этого Времени Просто Не то Чтобы Не хватило Его Не было Само По себе И вот Теперь Приходится Играть Форс Раунд Который Может Не получиться Это значит Что Где-то Очень близко Один Страм Для команды Лаунерус Возможно Infinite Зелсисом Работает По своим Оппонентам Вордал и Куста Остаются Вдвоем Это Диггл Это Чешка Что Можно Ожидать Хорошего Диггл И Чешки Против Пятерых С девайсами Живых Людей Ну Минус Один Минус Два Если уж Наверное В каком Смысле Прям Повезет Но Тут Не знаю Сложно Предполагать Такие вещи Честно Признаю Сложно Предполагать Такие вещи Посмотрите Да Ну Нет В этом Раунде Уже точно Все Предрешено Может быть Вартл Повесит Какую-то Голову Да Бомба Есть Но Опять же 13 секунд И он Пойдет Пойдет Погибать 100% Чтобы Ну Не было Уже Такого А вот Зелсис И компания Будет убивать Непонятно Совершенно Да Вроде Все таки Он просто Подставляется Чтобы умереть И чтобы были Деньги на Девайсный Раунд На Уже В 23 Получается Раунде Потому что Ну Нельзя было 11-10 Команда Лазарос Показывает Зубы Причем Нормальные Такие Зубы Между прочим Однако Нормальные Такие Зубы Неожиданно Наверное В каком Смысле Для ребят Потому что Мы же Помним Начало Вообще Плохо Очень Плохо На самом Деле Но Могут Могут Еще Здесь Распитать Команды Глазгейминг Депр Вон Поважно Отвечает Уже Один Игрок Команды Глаз падает Это всего лишь Пистолеты Поэтому 11 Должны бы Наверное Себе Забрать Предположительно Опять же Все же Предположительно Должны бы Забирают Забирают Есть деньги У команды Глазгейминг Но Не совсем Ну хотя Вообще-то Нет Стой Подожди 5400 Это же Для этой стороны Все в порядке И 4800 Тоже Да Я неправильно Почитал Все в порядке Нет Ребят По баю Все отлично В этом отношении Правда Будут играть Беснайперской Винтовки Но на Дейнферно Не всегда Обязательно Бегать АВП Потому что Темп Иногда бывает Чуть Выше Чем в других Картах Да И как мы Помним По аналогии Опять же Те же Астралис Не часто Берут Снайперскую Винтовку Только если Не получается Что-то На Первыми По-моему Эту тенденцию Начали использовать Игроки Команды Space Soldiers Уже бывшие Space Soldiers Которые Сейчас Развелись По разным Составам Кто Где В общем-то Так что Ну Может быть Может быть И здесь Именно Калаши Могут ребятам Из Ghost Gaming Затащить Какой-то Победный раунд И перевернуть Немного экономику Опять же В свою сторону Но и сейчас Они идут Не то чтобы В западню Но В укрепленный Аплент А может быть Развернутся И пойдут на базу План У них никого нет На банане Поэтому Такого Муба Вариантов И Результатов Будет Немного Размена В пользу команды Ghost Gaming На секунду Показалось Зататься последним Опорником базы А бомбу снова Выпили Но вот раз Не 10 секунд Времени А целая минута Есть у ребят Но у них нет флешки Только один молотов Который можно куда-нибудь На мидл Еще на молликом Зонится команда Ghost Gaming Пошли там за спины Друг другу Абсолютно все Добро За отъезжает Его позиция была Наверное Ключевой в этом раунде Но вот сейчас Варианции Опции побольше Еще и смог Находит кусты для себя А там еще под ним Нет Под стилом Гуляет Депр Молик полетел На мид Но и Если убьют Зелс То вполне возможно Все получится А вот еще одна позиция Для игрока защиты Это Депр Который будет играть Через апарты Зелс пока Барит на себя Все внимание Ну и Позиция Депр Можно похвалить Но госты Госты С фрикозоидом Пытаются вытаскивать дальше Черт возьми В стил уже Топовым фрагстатером Стал Обогнал С вега Опять же Фрикозоида Даже обогнал С вега с фрикозоидом До сих пор борются За топ Точнее За кто лучше В итоге Стал стил лучше Команда Госгейминг Берет Все-таки Нормальный Девайсный Сейчас Здесь И Понятная Очевидная Пауза На самом деле Тактическая Здесь присутствует На счете 11-12 Потому что Надо действительно Пообщаться И Гастам Но это пауза для гастов Что немаловажно Поэтому они Сейчас понимают Важность этого раунда И если забирают его Как я уже говорил раньше Имеют шанс Действительно Не то чтобы Закрыть Эту карту Но Приблизиться к тому Чтобы Денфертно Был за ними И тут у нас Какая-то ситуация Еще и Олег Куда-то пропал Олег Ты живой? Да Я здесь Здесь Случайно Нажал на Кнопку Выключения микрофона И как-то Оно все Завертелось Завертелось И решил Что я не буду Разговаривать Не Я разговариваю Просто не вижу Что у меня В этом В дискорде Отображается Зеленый кружочек Что я вроде как Разговариваю Типа вот того Да У нас Пауза была Технического Вообще Момента Для команды Лазерс Какой-то момент Когда уже подумали Гасты Что случилось Но вроде как А нет Все таки Надо так и есть Еще Вот теперь Техническое Уже Да Эх пауза Теперь техническое Как мы видим Ну пока Можно Можно подождать Ну что Это пока только Первая карта Дорогие друзья Внезапно Какой-то Односторонний Эта битва Не совсем Представляется Уже Потому что Что одна команда Грызется Что вторая Вроде Из микса Начинает Походить Уже плюс-минус На команду Ну в каком-то смысле Или хотя бы На микс Который Играет вместе Ну скажем так То есть Это уже Поинтереснее Поэтому Подождем Конечно Как закончится Эта карта Но она Пока не закончилась Она пока не Закончилась Но она Прямо в самом разгаре И честно говоря На таких счетах И при таких условиях Она становится Еще более Сочно интересной Поскольку Вот тут уже Вот самые Последние мысли По этой карте Что тут вообще Нужно сделать Чтобы выиграть Если в начале Ты еще думаешь Ну ладно 4-0 Летим Можно еще попробовать Закрыть Даже 6-0 Еще не приговор А вот тут Когда вот Плотненько Мы раунд за два Может быть даже За всю карту Или вариант Выйти вперед Вообще Снова вперед Выйти для команды Лазарус Либо же Гастан Очень много вариаций И окончания карты Которая вот Реально насыщает Пока что До инферно Всеми эмоциями Возможно Действительная пауза была Как раз где-то В этом контексте Потому что нужно было Ну может быть Где-то там На мышку случайно Нажал слишком агрессивно Потому что что-то не получилось После такого раунда Когда Деприс заходит За спину Да вот уже может Забрать двоих раунд На этом может закончиться Сам по себе Но Нет Пока что нет Но будем ждать Что решат Свою проблему Лазарус Продолжит матч В дальнейшем Я так понимаю Что там тоже нельзя Во время технической паузы Общаться Нельзя Особо Да мутится Все это действие Там администрация Сразу ругается Даже в консоли пишет Что не общайтесь Мол Не общайтесь Я вам говорю Не общайтесь Поэтому такое Тут было недавно Вчера была такая история Технические паузы Тоже были И Ругались Соответственно Администрация На игроков Которые по ходу В тех паузе Продолжали Видимо разговаривать Насколько я понимаю Но это такое все Пока вот она продолжается Не забывайте Дорогие друзья Что Приматч является Спонсором Нашей трансляции Играют Они А выигрываете Вы Соответственно С коэффициентами Приматч На этот матчап Можно было Ознакомиться До начала серии И Гастеридис Является фаворитами Лазарус Фаворитами не является Но вот один из игроков Видно что вылетел К слову Если вот так Вернуться уже К теме Поэтому Подождем Да И это все Лан стадия Раньше эти групповые стадии Были онлайновой частью Теперь это не онлайновая часть Теперь это лан часть Которая проходит В Бюрбенке В США Игроки действительно Играют Друг от друга Явно недалеко Имеют пинги по 5 Ну местные имеется ввиду И им прям Приятно Красиво И хорошо Вообще Ну конечно Все это Блан И пинги И ситроваки Думаю что там Отличные В этом отношении Но Подбирать не все Там какая-то проблема Опять же Моник Как это обычно бывает Вроде бы все хорошо Играешь 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 Потом у тебя что-то Отваливается Внезапно И Потом это Полчаса еще чинится Скорее всего Может быть Игра Поломалась И нужно сейчас Время для того Чтобы телефоны Принесли Чтобы это все Ввести Все эти коды Зайти Опять же Ну что-то Фанци Гасты Как мы видим Тут у нас Дискотека Но Ты нормально Как там Эта песня Это господи Забирай меня Скорей Вози На ДДАС 2 Вот это все В мое время Пока еще на Оверпасс Но На Оверпасс Да Была Была такая песня Хорошая Я слушал ее На аудиокассетах На даче Во времена 1.6 Во времена Когда Я не знаю У меня вообще Лет 7 было Я еще про Контрастрайк Небось не знал Ну ладно Может 8 А он Он про тебя знал Не Он узнал Про меня Гораздо позже Когда мне 10 было Кстати Да Между прочим Тут история История по поводу Контерстрайка Мне тогда На день рождения Подарили Скажем так Один друг Проход в клуб А это для меня Был первый Компьютерный клуб Я не был в курсе Вообще Что это такое Он говорит Пойдем Я такой Ну ладно Пойдем И короче Мы пришли И загрузили Контерстрайк И все Я там пропал Вообще Просто пропал У меня было Пример то же самое У нас в городе Был в небольшом городке Где я родился И собственно Провел свое Детство Не совсем Адекватное И Ну да ладно У нас там был Не компьютерный клуб А клуб с приставками То есть Нинтендо На Соньке Первый Вторый При том что Вторая Это что На 5 рублей дороже Чем первая Откуда такие деньги Взялись Мы смотрели Как старшие ребята Играют в гран-туризм И вот Прочие На высокой графике На больших Телевизорах Крупных Да И потом у нас Компьютерный клуб Вот прям с мышками С клавиатурами Как нужно Как сейчас У нас все это есть И меня под Интересом Завели туда Я сел Посмотрел Думаю Что за цифры буквы Где Где Контроллер Как в это играть Почему здесь стоит Какой-то странный Пузатый монитор Вот этот вот Типа Что за фигня Да И первым Первым игрой Была зума Которая тут Нужна Из лягушки Шарики эти А потом Вторая игра Стала по моему Гэтажка Но как обычно Стандартный На самом деле Стандартный Челик из клуба Вообще Вот и если еще Ты бы сказал Редайлер Второй Это прям вообще Идеально Это сложно было Для меня Хотя я играл Тогда в Команд Конкью На Соньки Но для Это была Тогда Игра По названиям ККНД Что ты понимал Я понял Такое Ну что У нас Зато техническая Пауза Прошла С замечательными Очумительными Историями От Олега Пожите Вы в чате Когда Как вы познакомились С компьютерами Ну или с Контерстрайком В том числе Соответственно То есть Как бы Почему бы и нет Вообще Довольно Интересная история Могли бы быть А у нас Довольно равные До инферно Дорогие друзья Оно все продолжается Оно становится Действительно Все более Более интересным Да было ВП от Лазарус Кстати Вот кстати Почему кусты Не добился девайсом Снэпчур Мне не особо понятно На 3000 долларов Но видимо Поговорили Что если я умру То ты подберешь Возможно Стоит Но до сих пор Не понятно Потому что Могла бы быть Хорошка Огневая мощь Не дегл А что-то Поинтереснее Но по всей видимости Когда Нэпчур Купил Дидл То на этом Все решилось Поскольку Уже зачем тебе Это калашников Убивай так Но это два минуса От стила И кусты В общем-то Загружали на Б-плэнт И взяли себе 13 раунд Очень просто Очень легко При том что Сделали это Вдвоем И двое игроков В этот момент Даже были Не на Хелпе Поскольку Фриказоид Вместе с Нэпчур Находились В медле И ждали Либо по Поджимов Либо вообще Просто действует Команд Лазару Заждались Убрали Еще один девайс И честно говоря У Лазару Денег то немного 1900 250 И Докупать ли им Девайсы А у них По серии Всего лишь Один раунд Програнный То есть Эти ребята Сейчас получишь По 1900 И Будут зародать Экономически Экономически Наверное позволит Но вот сейчас Еще потеря Свега Это снайперская Винтовка И теперь Это же точно Экономически Только после этого Бай Как же Словно Лазару Чтобы выжить Еще Пять хпро Инфинита Сложная История Айяяяя Его же Будут А как то Он вообще Я не понял На самом деле В смысле Он Он просто Убил Одного И остался Там Где остался Но Типа Дан Хотел Подработать Подсмог Потом Понял Что Чего Дергаться И решил Пойти До Конечного Хотя Можно Было Через Апарты Разыграть Убежать Там Можно Было Решный Пытаться Убежать Можно Было Я Что-то Думаю Да Если Честно Не Совсем Уверен Что Вот Это Оптимальная История Ой На Меня Бегут Еще 28 Человек Останусь Я На Мести Стоять Прикольно Хороший Выбор Спорный Спорный Момент Честно Признаюсь Ну Ладно Это Все Мелочи Жизни Больше Чем Жизни У нас В том Что 11 13 Счеты Гасты Соответственно Имея Больше Раундов Лазарус Еще Страдают По Деньгам Сейчас С Вайв Севнам Инфинит Например С Саброза Гасты Очень близки Вот я К чему клоню То есть Понятно Что После этого Раунда Будет Байраунд У Лазаруса Там уже 14 Гаст Гаст Гейминг Если Они Возьмут 15 Есть Варианты Что Возьмут И 16 То есть План Такой Ну Да План Хороший Для команды Гаст Гейминг Мы Всегда Говорим Что Отличный План Для команды Чтобы Выиграть Брать 16 Раунд Неплохо Хороший Аналит Отличный Это Супер Прямо Мне Очень Нравится Нас И Студии Испоминают Да Но Почему Нет Есть На самом Деле Но 14 Для Гастов Не Сработали Пестики Непча Ждет Дождался Зелсиса Но Вроде Как Не Особо На Контакт Лазарус Чтобы Подставить Хотя Бо 5 Севен И Смог А Может Даже Выбить Несколько Девайсов Хотя Повсем Будет Плюс 300 Плюс 300 Плюс 300 Плюс Плюс А Вот Зарабатывать С Тебе Куста Небольшой Бюджет Смог Чтобы Вражение Достался Непча Фармит Немножечко Ну И В целом Тут Нужно Только Выбегать С Криками I'm Friendly И Пытаться Каким То Образом Выбиться Чтобы Бурак Поверил Что Friendly Начинается Friendly Инчерно Черт Возьми 14 11 Дорогие Друзья Байраунд Соответственно От команды Лазарус И Вот Если Сейчас Лазарус Стараются То Нормально Еще Жить Можно Если Не Стараются То Страшно Может Быть Совсем Если Честно Прям Прям Совсем Вот И Вероятно Дальше Дальше Уже Не Вытаскивает Уже Не Получается Соответственно Ну Предположительно Ну А впереди Опять же Напомним Оверпасс Выбор команды Ghost Gaming И Это Уже Может Стать Точкой Преткновения Перед которой Лазарус Не Стоят И На этом Опять же Все Закончится С счетом 0-2 Для них Но Это Не точно Возможно Сейчас Какой-то Людый Камбэк Хотя бы В 5 Раундов А потом Либо Овертайм Либо Шестой Раунд Для них Подряд И Мы Таким Ну Окей Но В это Сложно Вериться Поскольку Поскольку Мы видели Уже Много Хороших Раундов Подгарстов И Много Ошибок От Коллектива Лазарус И Бред Бывает Так Что В какой-то Момент В каком-то Раунде Для Миксас Начинает Какой-то Путь Осознание Что они Могут Быть Командой У них Появляется Какой-то Ментальный Лидер И Они Такие Да Мы Тебя Слушаем Взял Бразды Правления За собой И Показал Нереальное Качество Колера Капитана Но Возможно Это Не тот Случай Депр Забирается Тела И Там Два Размена В Пусто Олег Очень плохо С Депром Остается Вдвоем Только Бомба Как раз Идет На Тот Самый Аплент Один Из Защитников Вообще На Б То есть Они Идут Против Одного Ну И Свой Конечно Отвечает На Непсю Неплохо Очень Даже Я бы Сказал Что бы И Нет Но Бомба Ставится Депр Конечно Вне Позиции Я даже Не знаю Можно Ему Удачи Пожелать Тут Очень Сложно Будет Что-то Сделать Очень Сложно Будет Что-то Сделать Да Тут На Один Выстрел Поэтому Куда Что Родники Но Да Если Уберят Снайпер То Возможно Но Второго Даже Не знают Позиции Приказают Сейчас Поднимется Снайпер Скоуп И Это Просто Первый Выстрел Первое Попадание 15-11 Для Лазарус Денег В среднем По 3000 И Еще Одна Пауза Для Спецназа Но Maybe Подумает Окей Но Нужно Брать Четыре Подряд Четыре Из которых Будет Примерно Три Девайсных Раунда Поскольку Выживали Там Ребята Я вижу Что Потратились Да Но Денег Все Остаются Но Гастов Соответственно Сейчас Докупит Себе Еще И Стил Будет Еще Один Девайсный Случай Поражения Потом Один Экономический Потом Еще Девайсный И Вот С этим Я не верю Лазарус Даже В пол Силучки Справятся Да Молыновый Бай На Все Сейчас Два Импа Там Импинайн Максен По Мо Был Краем Глаза Вроде Этого Раунда Возможно Последний Раунд На Этой Карте Смотрим Дорогие Друзья Сейчас Давайте Давайте Смотреть Может быть Гасты Действительно Закончить Всю Эту Историю Прямо Здесь И Прямо Сейчас Начинает Гус Гейминг С ямы С тешного 0 Выходят Под Яму Да Максен Там Есть И Юмпа 2 Короче Импинайн Максен Такие Вот Наши Деньги Причем Граната Плюс Минус Достаточно Но Не шибко Прям Полная Тарелка Что ли Банан Заняли Гасты Контртеррористы Отдают Банан Здесь Не борются Потому что Страшно Да и нечем Да и не с чем Если честно Ну и вопрос Гостгейминг То есть Можно просто Подавить Банан Морально Особо Его не трогая Потом Пойти На А Или просто Туда сюда Пошатать На самом деле Защиту Покидать Гранаты Да Мольки Там Покидать Выглядит Вообще Так Как Они До сих Пор Все Еще Готовят Выход Под Б И При Этом Ждут Поджимов С А Планта Ну Типа Да Действует Так На протяжении Не Первого Раунда Отправляет Двоих В Мид Сейчас Мы Видим Троих Но Бомб Керри Также Смещается Симейтам И Разыгровка Под Базу Себя Не Особо Заставить Ждать Хорошая Гранатка Прилетает Под Базу Чекает Сб1 Там Слит Саброза И Отъезжает Супер Круто Быстро Погибает Как вы заметили Отъезжает Тепар И вот На тебе Раунд Потому что Ну Просто Подставились Под одного Товарища Не смогли Сыграть В Отъезжает Инфинт Даже До Планта По факту Не дошли Гасты Просто Разобрав Всех И Вполне Вероятно 2-0 Который Вот Мы увидим На Этой Стадии И В этой Серии Бест Тов Три Поэтому Далеко Не расходимся Я вот Сейчас Думаю Стоять Мне делать Кофеек Или Лучше Подождать И Просто Потом Рухнуть Спать Такой Сложный Вопрос Давай На паузу Лучше Пойдем Окей